То, что хотелось сегодня рассмотреть, это особенность, к которой мы уже привыкли, но которой нету, как мы привыкли, через визорты разные. Смотрите, здесь нет событий, и здесь нет событий. Перейдем сюда. Здесь тоже недоступны события. Вот тут есть события, а тут их нет. То, что связано с базой данных. Вот тут нету, вот тут нету, вот тут нет событий. Но по факту они есть. События, которые связаны с обработкой данных, существуют. Иначе у нас не было бы эксепшенов, иначе у нас бы не возникали многие вещи, которые работают, реально работают. Значит, события есть. Теперь, как обрабатывать эти события, если у нас нет визуальных средств для обработки? На самом деле это не проблема. То есть визорты – это удобство, но далеко не все, что существует, оно опубликовано. Вспомните, пожалуйста, что есть некоторые секции в классе. Это секция Public, Private, Protected и Published. Паблишед секция применяется только в случае визуального программирования. И Published секция предполагает, что то, что там расположено, будет опубликовано в специальных окнах. Далеко не все, что есть в наличии у объекта, оно включено в секцию Published. И обработчики событий для тейбл-адаптеров и дата тейблов, они не включены в Published секцию. Как же до них достучаться? Ваша следующая лабораторная работа, она будет 17-я, посвящена обработчику событий, обработке событий от Data Table. Какие есть события? Инициализация, работа с колонками, причем есть Changed и Changing. Чем они отличаются? Changing начинается, Changed – после завершения. Deleting – deleted. Cleared – очистка компонента или объекта. Это не значит, что даже очистка таблицы в базе данных. Это именно очистка самого объекта. То есть я могу очистить объект, а потом заново туда что-то загрузить. При этом базу данных я не дергаю. Вот это важно понимать, что Data Table – это не одно и то же, что таблица в базе данных. Это объект, причем я могу создать Data Table на основе выборки данных из таблицы, а не на основе одной таблички. Table New Role – создание новой строчки. И Disposed – это уничтожение самого объекта, то есть перед вызовом деструктора. И даже, можно сказать, перед завершением выполнения деструктора, потому что оно деструктором же и вызывается. И как их обрабатывать? Обрабатывать их нужно программно. То есть я могу воспользоваться тем, что, наверное, вы пока в теории модели.net не очень осознали и не очень пользовались. Что такое событие в модели Net Framework? Это делегат. Чем делегат отличается от классического события? Тем, что делегат представляет из себя list of event handlers. А event handlers – это обработчик события. Когда мы работали с VCL-библиотекой, то мы каждому событию делали одно присвоение обработчика. Причем это тоже можно было делать вручную в коде. Здесь же я могу выстроить целую последовательность, цепочку вызовов методов. В случае, если сгенерируется событие, могу добавлять, могу удалять из этой цепочки объекты. В нашем случае объектом или обработчиком события, event handlers является процедура. Как узнать, какая именно процедура? То есть тут же не любая процедура. В нашем случае процедура должна иметь определенную спецификацию. То есть для, например, обработки события row change нужна вот такая спецификация. Для row delete – такая, для column change – вот такая. Что у нас тут поменялось? Аргументы поменялись. Вот это первое, оно остается для всех активным, потому что мы должны знать для кого. Для объекта, который send или sender, кто-то отправил это сообщение. И в нашем случае мы обработчики событий или вот этот вот набор делегатов формируем программно. Но в каком месте? У нас есть несколько мест. У нас есть вот тут вот класс. Вот он. Мы тоже можем сюда что-то дописывать, какие-то методы, которые будут потом доступны через database 1 dataset. У нас есть дизайн. Здесь есть конструкторы для дата-тейблов, в которые мы тоже что-то можем дописывать. Но это такой верхний уровень. И здесь нужно быть осторожным, чтобы не сломать общую систему. То есть нужно хорошо понимать, что сгенерировала среда, чтобы не вмешаться в ненужное. Вот видите, тут тоже есть уже некоторые обработчики событий. И присвоение. Вот уже что-то заполняется. Уже как-то первые реакции, то есть такие системные, да, скажем так, системные реакции на действия происходят. Мы же с вами можем сделать свое специфическое, свою специфическую реакцию на конкретном примере. То есть сейчас, когда я работаю с этой табличкой, именно вот в этой конкретной задаче, мне нужно, чтобы срабатывало что-то определенное. Вот давайте так. Как это делается? Я добавляю в класс, в данном случае в класс формы, я добавляю методы. Причем название этих методов, оно не фиксированное. Вы же должны прекрасно понимать, что имя метода – это то, что вы можете давать по своему усмотрению. Что же является фиксированным? Фиксированным является набор аргументов. Вот набор аргументов определяет вот это имя как определенный тип данных, который я могу поместить в определенный набор делегатов. Так, допустим, делегат под названием table-new-row принимает тип данных data-table-new-row-event-handler. Для него специфическим или особенностью является наличие вот таких двух параметров. Sender типа object, data-table-new-row-event-argументы – второй параметр. Я создаю метод и присваиваю его в множество делегатов. До этого там было пусто. Следующий – row-changing. Row-changing и row-changed имеют одинаковую спецификацию. Поэтому, например, можно один и тот же метод использовать и там, и там. Сейчас у меня здесь есть show-message. Эти show-message будут нам просто показывать, как именно будет происходить, в какие моменты, точнее, будут происходить разные события. Давайте еще одно. Например, delete добавим. Row deleting и row deleted. Пока здесь оно очень примитивно, потому что я просто, как для демонстрации, посмотреть, когда что возникает. Но вы можете обрабатывать эти события, выполняя действительно какие-то полезные действия. Вот. Delete and Deleted. И давайте сделаем эти две заготовочки. Название, еще раз повторюсь, название методов не критичны, не являются какими-то жесткими. То есть не предполагается, что если я хочу обрабатывать события row deleted, то и обработчик должен тоже иметь такое же название. Нет, конечно же, нет. Теперь разбираемся вот с этими вещами. Row name data version. Data version говорит о том, какая это версия данных. Мы с этим уже работали. Проверяли сохраненные, несохраненные. State у строчки проверяли. Тут посмотрим, что она нам выдаст. И вот это интересное E action. Action. Сейчас я покажу, что это за action. Data row action. Перечислимое множество. Перечислимое множество, которое, по сути дела, представляет из себя числа. Ну, а выводится оно понятным для нас языком. Action. Ничего не сделано. Удалено. Изменено. Произошел rollback. Произошел commit. Произошло добавление. Изменение оригинального или начального значения. Изменение текущего и начального значения. Вот так оно передавать его ни в какую не хочет. Поэтому его придется сделать вот так. А здесь делаем toString. Что такое name? Вот тут row name. Это как раз то, что вот эту row делает более привязанной к конкретному набору. Name – это имя колоночки. Вместо name мы можем поставить индекс колонки. В таком случае у нас будет более универсальная, потому что индекс колонки не зависит от имени колонки. Тут просто name равно. В нашем случае тоже есть name у девелопера. А, у категории есть тоже name. И можно будет увидеть. Просто name с большой буквы, тут с маленькой, чтобы не было этих непониманий. Поместим там единичку вместо названия колоночки. И теперь посмотрим, в какой момент что у нас возникает. Еще раз хочу напомнить. Я вот тут прописала присвоение обработчиков событий или делегатов. То есть этот процесс делегирования. И когда будет возникать событие row changing, будет вызываться набор делегатов в той последовательности, в которой мы их добавили. В нашем случае пока по одному, но можно больше делать. Открываем категорию. Это у нас button 4. Первое. Table new row event row state 0. Откуда это взялось вообще? У меня данных в этой табличке нет, но возникло событие. Почему возникло это событие? Потому что когда мы заполняем именно data table, вот здесь, когда мы заполняем data table, тогда создаются пустые строчки, пока еще не заполненные, для возможностей заполнения. То есть это не о табличке. Это именно из-за визуализации этого процесса. Но там ничего еще нету в этой табличке. У меня это button 4. Коробит немного. Сделаем его категории. Категори. Теперь будет понятней. Итак, первое событие. Table new row event row state 0. Добавилась строчка. Теперь давайте сюда добавим что-то. Row changing возникло, потому что я изменила строчку. name 0. 0 не подставилось. Add. Add в нашем случае это действие добавилось. Новая строчка. Row action. Помните? Дальше. Changed. Changing. Changed. Зафиксировались. Все хорошо. Detached. Table new row event row state. Видите? У нас еще одна строчка добавилась. Это строчка на перспективу. Давайте сохраним. Changing. Commit. Состояние commit. И commit, обратите внимание, сколько раз. Три раза change и шесть раз commit. Сохраняются все строчки, все столбики. Давайте вот это тоже как-то преобразуем. Почему-то оно совершенно не хочет нормально подставлять. нам. Чтобы видеть хотя бы, у каких данных это происходит. Control X. Итак, приблизительно все. Здесь просто плюсик надо вместе с запятой сделать. Action равно action равно. А вот эту штучку сюда вносим. Вот так. И тут то же самое. Это нам уже не надо. И здесь можно точно так же сделать. А вот эти два убрать. Теперь будем видеть, для какой строчки что возникает. и в какой момент. Это вообще очень удобно. В событиях очень важно понимать, что происходит. Обратили внимание, она у нас не пустая. И вот это вот событие, инициализация, создание новой пустой строчки, оно не произошло. Потому что у нас происходят другие события, связанные с заполнением данных. Так. Table row 1 event row state state detached. Detached. Отсоединенная. Пока эта строчка новая, но она пока не присоединена к нашему набору. То есть я ее заполняю, и должна буду ее присоединить. Вот. Changing event name 2. Action add. Добавилось. Сохраним. Commit для второй строчки. Commit второй, третий. У нас строчка одна и та же, но мы их сохраняем, изменяем, коммитим. Коммит что делает? Данные помещает в базу данных. Давайте теперь удалим. Row deleting. Event name. Категория 2. Action. Delete. Deleted. Удачно произошло. Категория 2. Delete. Сохраняем. Что у нас получается? Да, почему не получается сохранить? Вот здесь, смотрите. Невозможно получить доступ к удаленной информации строки через данную строку. Ведь строка удалилась, но по сути дела она помечена как удаленная. Она существует. Но доступа к ней мы уже не имеем. То есть получить ее информацию мы уже не можем. Поэтому произошел такой сбой. Но категория удалилась. Сбой произошел где? Сбой произошел на генерации событий или череды событий. Однако транзакция завершилась успешно. То есть мое событие show message, оно же ничего не решило. Но очень важно понимать. Удаленные строчки на самом деле существуют, пока вы не сделали commit. Мы можем сделать и rollback с этими строчками, то есть делать cancel. Они помечаются как удаленные, но в событиях, которые связаны с редактированием, доступом, они уже становятся недоступными. Именно поэтому произошла такая ошибка. Что я могу сделать в момент, когда редактируется? Или перед удалением? Я могу сделать проверку и запретить, то есть генерировать exception, который прервет всю череду событий. Что-то поменять или как-либо по-другому отреагировать. На самом деле можно было каскады прописывать и здесь, то есть каскадное удаление, каскадное обновление можно прописывать прямо здесь в событиях, не в отдельных кнопочках. Чем оно удобно? Сейчас смотрите, почему обработка событий в нашем случае будет более универсальной. У нас было удаление по каскаду, и оно было на отдельной кнопочке. На этой кнопочке удаление по каскаду уже не работало. Если бы я через грид делала удаление по каскаду, то есть там комбинации клавиш удаляла бы строчку, то удаление было бы тоже по каскаду недоступно. Но если я удаление по каскаду прописываю в событии, тогда оно будет возникать всякий раз, когда происходит это событие. Неважно, что его синициировало – компонент, кнопка на навигаторе или кнопка, которую я прописала, то есть методом delete. В этом универсальность. Событие не зря называется коллбэком или вариантом общения между пользователем и объектом. То есть мы напрямую передаем информацию о том, что делать, или команды о том, что делать в случае возникновения каких-либо действий. Чего нельзя делать в событиях, например, row-changing. Я тоже тут для примера написала row-changed категория, а не row-changed просто. И здесь присвоила row-changed категория. И все нормально. Пожалуйста, никаких волшебных слов в этом нет. Просто название row-changed категория говорит мне, как разработчику, который бы мог продолжать эту программу или передать эту программу следующему поколению программистов. Что именно делает этот метод? Название абракадабра какая-то будет непонятно. Надо будет разбираться в коде. Тут сразу ясно, что и для чего происходит. Куда его нужно применить и как с ним работать. Давайте в row-changed попробуем менять строчку и менять данные. Если row-changed категория, первое, toString, равно, или давайте не равно, а contains, вот, содержит кат, и contains у нас будет возвращать true или false, тогда очень что-то непонятное, примитивное, категория, вот. Давайте даже так, чтобы оно не все меняло. Что в данном случае произойдет? Я в row-changed что делаю? Меняю. Значит, что будет происходить? Что будет происходить? Смотрите. Невозможно изменить предложенное значение в событии row-changed. Первое. Я не могу напрямую менять измененное значение, потому что row-changed предполагает, что пользователь заказал что-то. Исключение. Невозможно изменить предложенное значение в событии row-changed. Нельзя. Я его меняю, и именно пользователь в нашем случае руководит этим процессом. Давайте перенесем его в другое место. Попробуем тыкнуться сюда. Row-changed event. Change. Прошло. Changed. Change. Смотрите. И изменилось. То есть row-changed в моем случае предполагает, что идет процесс изменения. И то, что я вам говорила, что этот процесс не завершен. Мы можем контролировать этот процесс изменения. Но я не могу ничего поменять. Почему? Потому что в этом процессе еще нет фиксации изменений. А здесь я могу уже что-то менять. Ну, допустим, что можно. Написали с маленькой буквы фамилию. Вы здесь можете поменять ее на большую. Написали лишние нолики, лишние циферки в цене. Вы здесь можете их обрезать. Ну и, не знаю, там отрицательное значение в цену ввели. И здесь можно сделать ABS. Как бы человек не ввел, то есть он может ошибиться. Но в любом случае цена у нас положительная. Поэтому мы можем даже не заморачиваться, исправляя пользователя, а исправить это на программном уровне. Что еще можно делать? Например, table new row. То в этот момент мы можем сразу добавлять в новую строчку код, идентификатор. И таким образом избегать необходимости эти идентификаторы вписывать вручную. Все остальные, пожалуйста, вписывайте. Идентификатор мы будем события генерировать самостоятельно. На уровне событий. Очень удобно. Итак, что мы рассмотрели? Что если идет редактирование, мы как раз можем узнать, какой именно объект редактируется. Ведь это же только в этом случае мы редактируем какой-то элемент и для него action. Если редактируется конкретный объект, допустим, код, то тогда можно вызвать серию по каскаду изменений. Если удаляется, мы имеем код, то перед удалением, то есть row deleting в этот момент, мы можем провести удаление всех связанных табличек. А в row deleted оно уже будет зафиксировано. Потому что в row deleted уже по каскаду делать будет не вовремя. Все же удалено должно быть. Row changing. Можем проверять введенные пользовательные значения и, допустим, говорить ему, что надо что-то поменять. И, например, самостоятельно генерировать exception, если даже тип данных позволяет, а наша задача не позволяет определенные данные. А в row changed мы можем полученные от пользователя данные, то есть в этот момент они уже есть у нас в наличии, мы можем с ними что-то делать, менять или корректировать, но, понятное дело, не глобально, а именно вот так, с большой буковки написать, пробельщики поставить, если их нету, а мы знаем, где они должны быть и так далее. В принципе, обрабатывать эти события мы можем и через гриды. Давайте, например, посмотрим. Тут у нас нет такого красивого набора компонентов. Здесь мы все вручную делали, но у нас есть грид. И если, например, у этого грида у нас же теперь тоже есть дата-сорс. А дата-сорс – это кто? Дата-сорс у нас какого типа? Обжект. А у дата-тейбл, который привязывается к этой дата-сорс, можно попривязывать события. Давайте попробуем. Дата-тейбл, вот, дт, равно, здесь делаем дт, и к этому дата-тейбл привяжем несколько событий вот отсюда. Например, road-changing. Самое простенькое. ДТ-точка, road-changing, равно, и тут тоже хотелось бы его все-таки скопировать. Чтобы не вписывать. Плюс-равно, road-changing. Девелопер. Вот, давайте. Вот, смотрите. Хотя у меня все, в принципе, происходит с помощью скейл. Мы тут много делали с помощью скейл. Однако, у меня есть дата-тейбл, и с этим дата-тейбл я тоже могу делать действия. Дата-тейбл связан с гридом, да, и для него через грид возникают такие события. Вот, видите, добавились данные. Эти данные, правда, еще не добавились фактически в базу данных, потому что мы через дата-тейбл ничего такого не делали. Но вот эти события тут тоже, видите, возникают.